Попал в девятку Вавринка Попал в девятки Вавринка Просит Вавринка показать повтор Да, мяч попадает в линию Значит, линейный судья ошибся Будет переигрываться очко Пытался, по-моему, чуть-чуть поддавить судью Станислав Вавринка Но, несмотря на то, что мужской теннис судит дама Очень опытный и авторитетный арбитр Мариана Алвес не поддается на претензии Теннисисты из Швейцарии Ошибается Вавринка Еще становится по 15 Процент попадания первым мячом У Вавринки 43 У Челы 46 Ну, немножечко повысили они процент попадания Вавринка ошибается Опять не очень сложная ситуация Не очень опасная подготовка И острая подготовка выхода к сетке Хуана Игнасио Чела И неуверенный удар Вавринки Чела впереди 30-15 40-15 Такое впечатление, что в Нью-Йорке сегодня погода не хуже, чем была в предыдущий игровой день А вчера была температура воздуха порядка 30 градусов Так что я думаю, серьезное испытание будет И со стороны соперника, но и со стороны природных условий Мы посмотрим, кто... Ой, здорово как! Как здорово сыграл неожиданно для Вавринки Чела Медленно слишком шел вперед Вавринка Видите, сначала шаг назад, потом пошел вперед Не добежал до Хавкорта в момент, когда уже выполнил удар Обводящий Чела И не дотянулся вперед, швейцарец Здорово! Это здорово! Своевременно очень вошел в корт Разорвал дистанцию И удар с лета оказался Своевременным и точным По 15-ти 30-15 Аплодисменты 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 По 30-ти По 30-ти Здорово все сделано! Вавринка И неплохо играл, между прочим, Чела Аплодисменты Если бы не столб На котором крепится сетка То, может быть, и доставил бы некие хлопоты своему сопернику Аргентинец Хотя держал линию Вавринка И, может быть, с лета сумел бы сыграть этот мяч 40-30 Аплодисменты 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 И был близок к тому, чтобы завершить гейм в свою пользу Аплодисменты И опять идет вперед Аплодисменты 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 Просит показать повтор Вавринка Нет Мне показалось, что его жест был Ошибается Вавринка ровно Рядом с линией опускается мяч, но в коридоре Иван Игнасио Челли играет с 2000 года US Open Пропустив 2001 год И лучший его результат был четвертый круг То есть, то достижение, которое он сейчас уже добился Если выиграть этот матч, то это будет его рекорд на кортах Нью-Йорка Брейк-поинт Брейк-поинт А вообще лучший результат у Чела Это четвертьфинал на кортах Роланго-Рос 2004 год Станислав Савринка начал играть в турнирах Большого шлема позапрошлом году Ну и дважды доходил до третьего круга В прошлом году он был Дон и здесь на US Open Так что вот этот показатель, который сейчас Которого сейчас он добился Это его лучший результат Проигрывает еще один гейм на своей подаче Вавринка Ошибается Вавринка 15-0 15-0 15-0 15-0 30-0 15-0 Вовринка Смягчает игру Вавринка Для того, чтобы избежать невынужденных ошибок Но Хотелось то ему как лучше, а получилось везде как Тройной сетбол у Чела 5-2, 40-0 Будем ждать третьей партии, по всей вероятности После этого гейма будет перерыв, связанный с завершением сета Ваут улетает мяч Партию со счетом 6-2 Выигрывает Хуан Игнасио Челло Этот сет может стать ключевым В этой встрече 15-0 Пожалуй, в такой тягучей игре Ключевым, который является обмен ударами задней линии Беготня вдоль задней линии тоже Предпочтение можно отдать Хуану Игнасио Челло И единственное, что может, ну если не выручить, то по крайней мере играть в пользу Станисласа Вавринки Это его возраст Это все-таки скорее стихия аргентинца, чем швейцарского теннисиста 30-15 И я предполагаю, что может не хватить терпения Вавринки Для того, чтобы перекидать А именно в этом и состоит Пока Мы видим, что именно это и является Смыслом И тактическим рисунком Действия и того, и другого Вот видите, неожиданно переводят мяч с Бехенда по линии Челло И сравнивают счет Не готов к подобному продолжению Оказался Вавринка Смотрите, как тяжело дышит Солнце припекает Играть очень и очень непросто И опять же-таки, наверное, полячий луч и солнце Это больше Подходит для аргентинца, чем для швейцарского теннисиста 40-30 Ну вот поактивнее немножечко заиграл Вавринка Но там, где появляется риск Увеличение активности Там и увеличивается количество невынужденных ошибок Это естественный процесс Здорово! Здорово! 0-15 Выдержал натиск аргентинца Швейцарец Видите, неожиданно остро для Челло сыграл И вынужден был Хуан Агнасио Челло рисковать Но и ошибся В коридоре мяч опускается по 15-ти 30-15 40-15 40-15 Мне кажется, что нужно делать в Вавринке все побыстрее Вот сейчас играл Челло Играл достаточно высоко, медленно А Вавринка так же медленно, как летел мяч Продвигался по направлению К месту падения мяча Для того, чтобы выполнить удар справа по прямой Если бы он это делал побыстрее И встретил Ох, какой самолет огромный пролетел Если я не ошибаюсь Этот парк А так же и Аут Гейм выигрывает Челло По одному Линия 15-0 Хорошая комбинация Одна из немногих И очко выиграл И погонял Вдоль задней линии соперника Вавринка До полмяча на линии Меньше даже Непонятно, что произошло 15-0 А, мяч выскочил из кармана у Вавринки А это Предполагает Переиграть очко Правда, если В следующий раз это произойдет То судья может наказать Очком Теннисистой Швейцарии А на первый раз это прощает Ему этот Казусы Переигрывается очко 30-0 30-15 Смотрим, какое количество Невынужденных ошибок Было у Вавринки Вавринки и у Чела 21-1 У Вавринки 16-1 16-1 У Чела Видите, в два раза Превышает количество Невынужденных ошибок У швейцарца Количество Невынужденных ошибок У теннисиста Из Аргентины 40-15 Вавринка Впереди В этом гейме На своей подаче Федерер будет играть С Родиком А Довиденко С Томми Хас Просто Слишком просто Сейчас все делал Фан Игнасио Чела И очень четко Реализовал эту возможность Выигрыша очка Станислас Вавринка Даже не стал Угадывать Направление Действий соперника Станисласа Потому что близко к середине Выполнял обводящий удар Аргентинец По 15 Еще одна ошибка 33-я ошибка У Вавринки 30-15 15-30 Извините В роли догоняющего Чела По 30 30-ти 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 3-60 30-ти 30-ти АПЛОДИСМЕНТЫ Попав очередной раз в первой попытке, вынудил ошибиться швейцарского теннисиста-аргентинец. АПЛОДИСМЕНТЫ Не попал. Не попал в квадрат Челла. А это значит вторая подача. АПЛОДИСМЕНТЫ Меньше вторая подача. АПЛОДИСМЕНТЫ Вполне возможно, что хочет повторить этот успех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вторая подача. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По пятнадцати. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, 0.40. Это значит тройной брейк-поинт у аргентинца. Ну вот вместо того, чтобы увеличить свое преимущество и сделать счет 4-1, близок к тому Вавренко, чтобы Челла сделал обратный брейк. Что и происходит в матче с участием Карлоса Моэй и молодого теннисиста из Латвии Эрнестас Гулбис. 19 лет этому парню. Дошел до четвертого круга Латыш, не проиграв ни одной партии. Причем это, по-моему, дебют Гулбиса на ЮСОПЕН. Ну а у нас по 15 пока. Дело в том, что на арене Артуреша закончилась пара Ханли Уллетт, обыгравшей Милой и Са. Ханли Уллетт выиграли 7-5-6-3. И вот сейчас там должны появиться уже участники второго матча за выход в 1-4 финала мужского одиночного разряда. И тогда, по всей вероятности, мы тут перейдем на главную арену, арену Артура Эша. 15-30 на подаче Чела. Смотрите, как примитивно играет Чела. Стоит вплотную у сетки Станису Вавринка. И играет прямо в руку ему. Да, пытаясь все-таки ближе к коридорной линии послать мяч Чела. Но у него это все как-то не очень сегодня получается. С обводкой. Правда, на его счастье Вавринка не очень часто идет вперед. 15-40. Два брейк-поинта у Вавринки. Два брейк-поинта. Отыгрывает один брейк-поинт аргентинец. Два брейк-поинт. Два брейк-поинт. Выигрывает гейм Вавринка. Так что я думаю, коллеги дадут нам досмотреть этот сет. А потом перейдем на арену Артура Эша. АПЛОДИСМЕНТЫ 0.15. 191 см рост аргентинского теннисиста. Так что приближаясь к сетке вплотную, он может практически целиком ее закрыть. Ну а вот такой медленный удар. Затухающий, обводящий. 0.15. 0.30. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь у аргентинского теннисиста тройной брейкпоинт. АПЛОДИСМЕНТЫ Готоваем. Готовы. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Делает брейк, ну а мы смотрим, чем закончится гимн на подаче Хуан Игнасио Челло. 0.15. Челло находится на хорошей стороне, солнце светит в затылок, не мешает, но тем не менее видите как удачно принимает подачу Вавринка, забежав под Форкинта одним ударом. С приема подачи выигрывает очко. 0.30 повисает подача у аргентинца. 15.30. Одинаковый рисунок тактической игры у обоих спортсменов, за действием которых мы сейчас наблюдаем. Обмен ударами задней линии и выжидательная позиция для того, чтобы нанести удар. Как правило это происходит либо слева по прямой, либо справа по прямой. вот видите сейчас справа хотел прострелить вдоль боковой коридорной линии, не получилось по 30. 40.30. Все-таки Челло выходит вперед в этом гейме. Биловка Биловка Здорово Что здорово, то здорово Смотрите, как выбрал очень удачный момент Для того, чтобы нанести завершающий удар в этой комбинации Хуан Игнасио Челло И счет становится по 4 По 4 в третьей партии Ну вот, сравняв счет Посмотрим, что же предпримет Челло Будет ли придерживаться выжидательной тактики И или же он будет атаковать Неплохая свеча Ну видите, Станислав с Вавринкой не стал рисковать И не выполнял смеш Сумел все-таки отыграть эту свечу Причем сыграть так близко к сетке Что Челло даже и не попытался спасти это очко Ошибся немножко Чуть-чуть не докрутил 30-0 на подаче в Вавринку Ну вот видите, поактивнее заиграл Челло Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот как бы в доказательство Только что высказанное предположению Или же мнению, что действия Челло стали поострее и поактивнее С приема подачи заколотил мяч Что даже не успел сделать шага и поднять ракетку Отразить удар соперника Вавренка Тридцать-пятнадцать Сорок-пятнадцать Вторая подача Тридцать-пятнадцать Так что мы, как только предоставится возможность По всей вероятности, сразу перейдем на арену Артура Айша И будем смотреть за этой встречей Ноль пятнадцать на подаче Челла Ошибается Ринка по пятнадцати Ну видите, здесь медленная игра До ошибки А вот два гейма Сыгранных Голбисом и Моя Во-первых, они игрались четыре минуты И за два гейма Четыре рейса было Три подачи на вылет У Латыша И один раз Попал первым бичем на вылет Карлос Моя Пятнадцать-тридцать Продолжают подавать Хуан Игнасию Челла Напоминаю, что Челла и Во-вринка играли дважды В прошлом году Здесь В первом круге Юс Оупен И В четырех сетах выиграл Швейцарец Прыгал в первый сет Затем три подряд С одинаковым счетом Шесть-четыре выиграл И в этом году В Штутгарте В полуфинале На грунте Выиграл во-вринка Шесть-семь, шесть-четыре, шесть-один По тридцати Сорок-тридцать Пробеждаются к завершению Второй час игры Один час пятьдесят шесть минут Только что мелькнули цифры на табло Гейм выигрывает Челла По пяти По пяти Во второй партии И подавать будет Станислав Савринка Но у Голубиса и Мои Два-один Впереди Латыш Подача на вылет Пятнадцать ноль По-моему, четвертый я и су Вавринки Рост Латыша Голубиса А я готовлю вас к тому Что мы все-таки перейдем на эту встречу Сто девяносто один сантиметр Семьдесят шесть килограммов Его боевой вес Сухопар Он родился в Риге Здорово Тридцать ноль Тридцать ноль На подаче Вавринка Семьдесят шесть килограммов Нет фасис Нет фасис Нет фасис Сорвал удар Тридцать пятнадцать Лады и джентльмены Пожалуйста, что у вас есть Мобильный телефон Звучит Спасибо Спасибо Сорв-двейдер Сорв-двейдер Сорв-пятнадцать Сорв-двейдер Сорв-двейдер КОНЕЦ 15-0 Небольшой, но сделал шажок к тайбрейку Аргентинец Видите, атаковал Причем опять-таки атакует, но медленно все Успевает Вавринка занять удобную позицию для ответного удара Но не смог обвести на вылет Линия по 15 Глядя на турнирную таблицу, я думаю, что эта встреча Кто бы не победил, будет последней для участников Победа либо Вавринке, либо Челла Она будет завершающей на этом турнире По той причине, что с противоположной стороны То есть с этой стороны, но идет Феррер и Рафаэль Надаль Но они просто сильнее по классу Чем участники этого матча Ай да молодец, Челла Не очень хорош был, правда, Вавринка Выполняющий удар над головой Вот смотрите Бросает свечу Челлу Но опять-таки я говорил о том, что Солнце в глаза Находящемуся на этой стороне Теннисисту из Швейцарии И выполнять удар над головой не очень просто Ну и воспользовался этим Челла И после удара над головой Очень удачно послал мяч в ноги Находящемуся у сетки Сопернику Хуан Игнасио Челла Так что 30-15 на его подаче Вторая подача А у Гулбиса и Моя 3-2 Отыграв брейкпоинт Латыш все-таки взял свою подачу И повел По 30 Два очка Вавринке нужно выиграть два очка Для того, чтобы закончить сет в свою пользу Но Как это сделать? Посмотрим, удастся ему это Выполнить эту задачу или нет Опять упал мяч Из кармана Вавренке И что же Какое решение Марианы Алвес Нет, переигрывает очко Видите? Мне казалось, что При повторном Эпизоде, который мы сейчас наблюдали Это второй раз, когда выскакивает мяч Из кармана Вавренке Должна наказывать очком Швейцарца Судья 40-30 На подаче чела Вавренка еще просит показать повтор А, и он угадывает Значит, переигрывает с очко Ровно Больше 40-30 Недоволен Недоволен Вавренка Ну да, выигрывает он ту очко У него сутбол А Моя быстренько выигрывает Гейм на своей подаче И сравнивает счет Он становится по 3 Ровно А, нет, извините Гейм 1-0 Две подачи чела Но Гулбис тем временем Под ноль Пока играет свою подачу 40-0 По 3-40 Ноль Пять эйсов было уже у Гулбиса К этому моменту Еще не закончился гейм на его подаче А уже 5 раз на вылет подал 19-летний латыш Обратное Делает Обратное очко Выигрывает Чела По одному Еще одна подача Аргентинца Мини-брейк Выигрывает очко На подаче Соперника Вавринка 2-1 Он впереди И две подачи его Гулбис выигрывает Очередной гейм На своей подаче 4-3 Латыш Ведет Первой партии Мини-брейк 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 Еще один мяч Выигрывает Вавринка 3-1 И еще одна подача У него Система готова Начинаем Ну мы видим с вами Повтор Который Попросил Чела Ну Валдем Понятно Во-первых Для того Чтобы А вдруг Он И судья Линейный Ошибся И мяч Улетел В аут Для того Чтобы переиграть Очко Ну и Почему бы Это не сделать Коль правила Позволяет Выигрывает Выигрывает Очко Выигрывает Очень нужный Мяч Сейчас Чела Делает Обратный Мини-брейк И счет Становится 3-2 Вавринка Впереди Но две подачи Аргентинцы Сейчас Если он их выиграет То выйдет Вперед Чела Подает По 3 4-3 Вот и Выходит Вперед Чела И в роль Догоняющего Оказывается Станисла Славринка И мини-брейк Делает Аргентинец 3-5 Вавринка Продолжает Подавать Вот видите Уже Преимущество В два очка У Хана Игнаси У Чела И очень опасный Момент Для швейцарского Теннисиста Любое очко Выигранное У Чела Сразу Становится Становится Сетболами Для него Сетболами Чела Чела Впереди И две Подачи Его Реальный Шанс У теннисиста Из Аргентины Если он Выиграет Эти два очка Закончить Партию В свою Пользу Ну Нужно Сначала Выиграть Первый Мяч Для того Чтобы Организовать Двойной Сетбол А Чела Делает Элементарную Ошибку И Счет Становится По Пяти Аккуратно Но это Количество Невынужденных Ошибок У Вавринки 17 14 17 4 В предыдущем Сете 11 9 В первой Партии Которую Выиграл Швейцарец Кто Выиграет Очко У того Сетбол Два Мяча Подряд Два Мини Брейка Делает Вавринка 6 5 Вавринка Ведет На Тайбрейке И он Будет Подавать Гулбис Выиграл Сейчас Очередной Гейм На своей Подаче И он Впереди 5 4 4 И сейчас Будет Подавать Моя Ну а мы Смотрим Сетбол Вавринки По моему Просят Вавринка Показать Видео Повтор Этого Момента Вавринка Считает Что он Попал Первым Мячом Квадрат Систем Вавринки Действительно Цепляет Мяч Линию Вавринка Будет Подавать Первую Подачу Сетбол 6-5 Опять Забегает Подфорхенд Чело А играть Остро И быстро Боится По 6 Попал Попал В корт С приема Подачи Пробив На вылет По линии Чело Организовал Сетбол И сейчас Аргентинец Будет Выполнять Подачу И выигрывает Партию Хуан Игнасио Чело Возвращаемся Вавринка Чело Четвертый Сет Вавринка Впереди 1-0 Уступая 1-2 По партиям На тайбрейке За умных За умных комбинаций И Сверх мощных Атак Проходит Эта встреча Вавринка Проигрывает Очко 40-30 Количество Выигранных Очков И невынужденных Ошибок Видите У Чело 48-31 У Вавринка 42-20 Хорошая Атака Была У Вавринки Но Опять-таки Она Угадывалась Аргентинцам И повезло Сейчас Вавринке Что мяч Не попал В корт Аут 0-15 На подаче Аргентинца Не согласен С ролью Отыгрывающегося Хуан Игнаси У Чело Видели мы Сейчас Что пытался Атаковать Но Небольшой Аут Не позволил Ему Выиграть Очко По 15-ти А тем временем Начался Начался Первый Гейм Голбиса И Мои И проиграв Первую партию Видимо Подрастроился Латыш И два Брейкпоинта Сразу же В первом Гейме Второго Сета У Карлоса Мои 15-40 Уже 30-40 На подаче Голбис И все-таки Выигрывает Гейм На подаче Соперника Мои 1-0 Выходит Вперед Испаница Здорово Выигрывает Еще Одно Очко Чело 40-15 На его Подаче Первый Гейм Много Ошибок Допускает Голбис То, что Мы видели С вами Правда Это был Один Гейм В концовке Предыдущей Партии Остановится Вот В своем Максимализме Если можно Так сказать Игру Голбиса Который Каждый Удар Выполняет На максимальной Скорости С максимальной Силой Или же Будет Играть Все-таки Более Не менее Разумно И по Счету Выигрывает Моя Гейм 2-0 Ну а мы Видим 15-0 У нас Здесь Вавринка Выиграл Первое Очко Второе Очко В Гейме На своей Подаче Очередной Эйс Пятый У Вавринки У Челла Всего лишь Один Был Но для того Чтобы сравнить Как Каковы Показатели Эти У Голбиса И Мои 10 Эйсов Было Уже У Голбиса И 2 У Мои 40-0 Аккуратно Четко Чисто Перехитрив Оброняющегося Челлу Выиграл Очко Вавринка Одинаковое Количество Выигранных Замач Очков По 102 Вавринка 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 Здорово играл Челла Особенно хорош Был его удар Через коридор Справа По прямой Но все-таки Выдержал Этот натис Аргентинца Вавринка И 0-15 На подаче Челла По 15 Не угадал Сейчас Вавринка Забежал Под Форхенд Челла И должен был Разгадать Замысел Соперника Теннисиста Швейцарии Но он решил Держать Правый угол А Челла Сыграл Справа Обратный Кросс 15-30 15-30 Поварк Косм В очередном гейме на подаче Гулбиса был брейкпоинт у Карлоса Моэ и еще один брейкпоинт сейчас у него. Похоже, опыт и мастерство Карлоса Моэ против юношеского максимализма. Здорово! Брейкпоинт у Вавренки. 30-40 на подаче Чела. Так вот, против азарта и амбиций теннисиста из Латвии пока к этому моменту опыт и мастерство превалируют. Делает брейк Гулбис. Расстратив те возможности, которые у него имелись, чтобы до тайбрейка добраться. Ну а сейчас я думаю, что Моэ не выпустит из своих жестких и крепких объятий соперников, сделав два брейка. Два гейма на подаче Гулбиса. Ну а мы видим, что Вавренка выигрывает тачку. 15-0. По 15. Очень внимательным нужно быть сейчас Вавренки. Потому что вот этот счет 4-1, он, конечно, очень обнадеживающий для Вавренки. Просит, наверное, показать повтор? Нет? Нет. Согласился с тем, что мяч попал в линию, разделяющую квадраты подачи Чела. Это шестой эйс у Вавренки. 30-15. По 30. Ну что ж, это вариант. Что-то с ногами у Чела набегался, наверное, к этому моменту. Сейчас посмотрим, сколько же они играют. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. Геймбол. 40-30. 4-0. Мой повел уже во второй партии. Значит, 6 геймов подряд выиграл. Испанец у Гулбиса. Первый сет закончился. Счеты по 5. 2 гейма подряд выиграл. И сейчас 4. Ну а у нас 40-30. При счете 4-1. Вторая подача у Вавренки. Ошибается Чела. 5-1. Ошибается Чела. 0-15. 1-2. 1-2. 2-3. 1-2. 2-3. 3-2. 1-2. 1-2. 2-3. 1-2. Вавренки. 3-3. 1-2. 2-3. 2-3. 2-3. Отыгрывает очко Челла по 15. Поострее, помощнее стал играть Хван Игнасио Челла. Ну и вполне естественно, уступая 1-5, можно позволить себе действовать расслабленно, рискованно. Либо пан, либо пропал. Ох, как здорово! Какой потрясающий прием подачи сейчас демонстрирует Вавринка. По 30. Сетбол. Первый сетбол у Станисла Сававринки. Попав в линию, выигрывает очередной гейм и партию со счетом 6-1 Вавринка. Ну а мы возвращаемся к матчу Вавринка-Челла. Идет второй гейм. Второй гейм пятой решающей партии. 1-0 ведет Станисла Сававринка. Челла подает и брейкпоинт у Вавринки. Проигрывает гейм на своей подаче Хуан Игнасио Челла. Сававринка страдает от этого ракетка, которую он сломал. И Вавринка увеличил отрыв в счете до двух геймов. 2-0. Вот вы видите. Ломает ракетку Челла. Ну, видимо, получит за это определенное наказание. Ну а Вавринка, сделав брейк, получил преимущество. И сейчас, выполняя подачу, если он выиграет этот гейм, уйдет в отрыв. 15-0. 2-3 ближайших гейма в Вавринке нужно быть очень внимательным и собранным. Потому что вроде бы как он переломил ход игры в свою пользу, уступая 1-2 по сетам. Выиграл предыдущую партию 6-1. И вот сейчас, сразу сделав брейк. Станистос Вавринка 6 геймов подряд выиграл. Со счета 2-1 выиграл 4 гейма в партии предыдущей. Вот сейчас 2. 30-15. Количество очков выигранных впереди у сетки. У Вавринки их значительно больше, вполне естественно, он более активен. И выходов к сетке было больше, чем у Челы. По 30. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ошибся, Вавринка Брейкпоинт Очень важный гейм Очень важный гейм играется сейчас Либо уходит в отрыв Швейцарец Делает счет 3-0 Либо обратный брейк Челла 1-2 и подача Аргентинцы Так что это гейм За сета, может быть и за матч Для Вавринки, по крайней мере Вторая подача Да, делает обратный брейк Ну что ж, видите, завязывается интрига В третьей партии В матче Моя Гулбис Так что, может быть, досмотрев вот этот матч, этот сет Мы с вами вернемся на арену Артурэши Где будет не менее интересная борьба И драматичные события Прекрасная атака Вавринки И на подаче Челла 0-15 Здорово, линия По 15-ти Хотя, по-моему, сейчас Вавринка просит показать повтор А мяч-то попадает По 15-ти Пятнадцать-тридцать Пятнадцать-тридцать Но недолго Радовался успешному гейму Выигранному на подаче соперника Гулбис При счете 2-0 И подача В Латыша Двойной брейк-поинт У Карлоса Мои Ну и посмотрим Сумеет ли сравнять счет Гулбис в этом гейме Или же будет обратный брейк Я вам сейчас Все расскажу Челла сравнивает счет по 30 Да, делает обратный брейк Мои Не выдерживает напряжения борьбы Гулбис По всей вероятности Перегорел Денисист из Латвии И победа Над Томи Рабреда В трех сетах Как бы поддавила его То есть груз ответственности Стал столь тяжелым Что выиграв у Рабреда Он посчитал Что вполне вероятно Я так предполагаю Что уже Против Карлоса Мои Который стоит ниже В рейтинге И на самом деле Послабее сейчас Чем Томи Рабреда Шансов больше У Гулбиса Вот видите Такой теннис Показывает 19-летний теннисист Из Риги Не предполагая Что колоссальный Игровой И соревновательный Опыт Карлоса Мои Могут здесь Сыграть решающее Значение По два Вавринка подает 15-летний теннисист По 15-летний теннис 15-летний теннис 15-летний теннис Который бунт решает Это получается Вавринка подает 15-летний теннис 2015-летний теннис В линию кладет мяч Исполняя обратные кроссы Середина корта слева Вавринка И выходит вперед 30-15 А тем временем Карлос Моя Делает обратный брейк А нет, извините Подача Мои была по 2 Сравнивает счет Карлос Моя И подавать будет Гулбис Обратный брейк он сделал При счете 2-0 Аут 40-15 Гейм выигрывает Вавринка Пытался Пытался зацепиться И пытался все-таки побороться за это очко Станислав с Вавринкой Был близок к этому Вот этот удар Такой планирующий Как говорят волейболисты Низко летящий над сеткой В ноги находящемуся впереди Хуан Игносиевич Челла Мог бы дать ему возможность Я имею ввиду Вавринке Занять удобную позицию И попытаться Выиграть очко Не получилось Сейчас прием подачи был неудачный На подаче Челла 30-0 40-0 40-0 Но у Гулбиса потрясающее количество неважных ошибок 46 против 16 у Карлоса Мои Двойная ошибка Челла 40-15 Это по-моему Третья ошибка двойная У аргентинского теннисиста Два с лишним сетом Он не допускал двойных Ну а сейчас выигрывает Челла Гейма Сравнивает счет Он становится по три Вавринке и Челла Вавринка подает И проигрывает первое очко 0-15 Аплодисменты Неплохо обводил сейчас, посылая мяч в ноги, выбегающему к сетке чели Вавринко. Но смотрите, очень удачно аргентинец с лёта сыграл. Повисает гейм на подаче Вавринко. Один брейкпоинт отыгрывает Вавринко. А, прошу прощения, это не брейкпоинт, это 15-30. Агулбис вновь повёл 4-3 в третьей партии. Под ноль взял гейм на своей подаче. Аут по 30. То, что Челло начал прибавлять, это абсолютно правильное решение. Другое дело, что при этом нужно как бы и исключить невынужденные ошибки в таких простых ситуациях, которые мы сейчас с вами наблюдали. Играл-то через середину. Если бы ближе к боковой линии, чему было бы как-то оправданно. Но нельзя не учитывать, что идёт пятая решающая партия. Вавринко выигрывает очко. Очень важный мяч. 40-30. Геймбол у швейцарца. 0-30 проигрывал. И повисал гейм на его подаче. Ну, вроде бы как, выкарабкивается. Вавринко. 40-30. Продолжает подавать швейцарец. О! 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 Угадывал чело. Вы, наверное, обратили внимание. Ещё до выполнения удара Станисласом Вавринко рванулся в левый угол чело, пытаясь закрыть обратный кросс. И именно в эту сторону играл Вавринко, причём далеко послав мяч в коридор. Ровно. Здорово. Прекрасная атака. И на подаче вавринке больше. Здорово. А вот. КОНЕЦ Ровно прибавляет, прибавляет немножко Чела, заставляя обороняться Вавринку и добивается своего. Видите, отыгрывает очко, сравнивает счет в этом гейме. Брейкпоинт. Шанс у Хуана Игнасио Чела выиграть еще один гейм на подаче Вавринки. Напоминаю, идет пятый сет в этой встрече. По два в партиях, по три в геймах и на подаче Вавринка меньше. Вторая подача. И двойная ошибка на брейкпоинте Вавринки. 15-0. Неужели сломался Вавринка? Вавринка. Смотрите, в какой простой ситуации. Допускает ошибку. Первое очко восьмого гейма, когда в роли догоняющего оказывается швейцарец. Вторая подача. Ой-ой-ой-ой. Да. Потери концентрации. Внимание. В стопроцентно выигранной ситуации допускают ошибку Станисла Савринка и на подаче Чела 30-0. Тридцать пятнадцать. Вот сейчас ситуация, при которой точно сыграл Вавринка, выполняя удар слета, была даже сложнее, если можно говорить вообще о сложности подобного игрового момента. Предыдущее очко обязан был выигрывать Вавринка, но вот видите, все равно отыграв одно очко, Чела ведет 30-15. По тридцати. Игра в кошки-мышки. Теперь Чела. Если бы сыграл слева по линии, если бы он увидел, что Вавринка остался в левом углу, то выиграл бы очень важный для себя очко. А так вернул подарок сопернику. По тридцати. Сорок тридцать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗВОНОК АПЛОДИСМЕНТЫ Гейм Челла выигрывает 5-3 Сейса начинает этот гейм 15-0 2-3 6-4 Наотмаш принимает подачу Забегая под форхинг левый угол Хуан Игнасио Челла и не справляется с сильным ударом соперника Вавринко 30.15 По 30. Два мяча. Два мяча отделяют Хуана Игнасио Челла от победы и выхода в следующий круг. В четверть финал открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Это лучший результат, который в этом случае покажет аргентинец. 40.30. Вавренко второе и сделает в этом гейме. И ровно в геймах у Гулбиса и Моя по пяти. И вновь два очка отделяют Хуана Игнасио Челла от победы. Игнасио Челла от победы. Матч-бол. Матч-бол у Челлы. При счете 3-5 в пятой решающей партии на подаче Станисласа Вавренки меньше. Первый матч-бол в этой встрече. Первый матч-бол у Челлы. Первый матч-бол у Челла. Спасибо. Вторая подача. Отыгрывает матчбол. Неплохо сейчас сыграл Вавринка. Не дрогнула рука. И решение атаковать было принято совершенно справедливое и правильное. Мы посмотрим, отыграв сутбол и сравняв счет, что же последует в действиях Станисла Сававринки. Нужно атаковать ему. Если он хочет еще побороться за этот матч, ему, безусловно, нужно атаковать. Причем с выходом вперед, игрой с лета, действовать неординарно. И, по крайней мере, неожиданно для аргентинцев. То, что вот такому равномерному и предсказуемому, предсказуемым действием Вавринки готов человек. Ну вот, у аргентинца не железные нервы. И геймбол у Вавринки больше. А тем временем Гулбис Моя выиграл очередную свою подачу. Гулбис 6-5 ведет. И сейчас подавать будет Моя. Так что, либо тайбрейк, либо сет 19-летнего латвийского паренька. От игровой гейм. 15-0. Ну вот, настраивался, настраивался на хорошую игру. Вавринка, а ошибку допустил элементарную. 15-0. 30-0. Опять два мяча отделяет. Тот завершение матча в пользу Челы. Но теперь подает аргентинец. Так что, здесь все попроще для него будет. По крайней мере, попадая первым мячом. Да, видите, попадает первую подачу. И возможность для атаки. Тройной матчбол. С первой попытки не удается Хуан Игнасию Челы закончить матч. Отыгрывает первый матчбол Вавринка. Судьи считают, что мяч не попал. А вот и заканчивается эта встреча. Хуан Игнасию Челы побеждает. Тройной матчбол.